В эфире. Приветствую, друзья. Сегодня мы рассмотрим пресс-конференцию Зеленского, а заодно опять порассуждаем по поводу свадки поколений и в каком сезоне сериала мы находимся, в какой серии. Предположим, что про украинцев, про Украину, про мир и про взаимоотношения президентов, формирование личностей во время войны, куча соблазнов, напишут когда-нибудь сериал в Голливуде. И этот сериал будет иметь очень мощную подоплеку. Меня все время подмывает начать об этом писать, но как-то рассуждение есть, а письма нет. К сожалению, пока я не в состоянии или не хватает общества, или не хватает тех, с кем бы делиться можно было, чтобы действительно писать потрясающий сериал о нашей эпохе. Потому что что положительного можно увидеть в наше время, это безумную схватку поколений. Причем поколений не так, как раньше было. Поколения сталкивались в племени. Мы сегодня об этом поговорим, как происходят революции в племенах. Потому что первые социальные революции, первые потрясения и свержение диктаторов или тиранов племен происходило именно в племени. И поэтому мы можем вывести такие признаки того, что будет смещение диктаторов, смещение тиранов. Кто может выйти против тиранов? Кто может поднять бунт против тиранов? Кто обладает настолько неудержимой мощью, что может поднять и внушить бесстрашие людям, чтобы свернуть с себя тиранов? Это интересные выводы, которые сделаны социальными психологами. Мы сейчас даже и у Фрома можно это читать, и у Фрейда можно читать, у Московича, у бесконечного количества людей, которые исследовали все социальные революции. Но нас сейчас больше интересует то, что исследовали в том числе писатели 19-18 веков. Да и более ранние мы вспоминали с вами Софокла, который творил в 5 веке. Мы можем, который написал бесценные великие производения типа Царь и Дип, который потом использовался как макет для, в том числе, постановки диагноза. И мы сегодня продолжим размышлять на эту тему. Ну и, конечно же, пресс-конференция, которая прошла у президента нашей страны, потому что ждали эту пресс-конференцию, вторая годовщина войны, люди измотаны, народ измотан. И вот Зеленский являет себя народу. И должен сказать, что пресс-конференция в целом, если смотреть на ее, как она выглядела, как она была поставлена, то можно сказать, что за эти 5 лет, что Зеленский у власти, его пресс-конференции стали на порядке лучше. То есть в какой-то степени когда-то и я давал рекомендации, когда еще сам назначился советником Зеленского, после чего меня начали еще больше преследовать. В общем-то, эти пресс-конференции великолепны и постановочны. Более того, Зеленский на них выходит готовый и подготовленный. То есть у него есть план, которому он придерживается как актер. Но иногда есть отступления. Вот эти отступления, в общем-то, и портят впечатление о всей конференции, потому что именно их вытаскивает оппозиция и начинает размышлять о том, а что он, собственно, имел в виду и что нам ожидать от такого человека, находящегося у власти. И, конечно же, мы должны все это смотреть в контексте взаимоотношений, прежде всего, первых лиц государств. Потому что у нас есть первое лицо государства – это Байден. Байден, и назовем его так, Байден-дедушка, потому что его почтенный возраст и год рождения, 1942 год, говорит о том, что он входит в американское общество того времени, когда Америка стала или начала становиться великой. То есть до где-то 1941 года, пока Америка не вступила в войну, в общем-то она особо не вооружалась, то есть оружие было, все было, но до нападения на Перл-Харбл они, в общем-то, не сильно вооружались. Но когда японцы напали, то мы знаем, что не только Америка объявила войну, но Германия объявила войну Америки, и начиналась эта гонка вооружений. Гонка вооружений, которая, в конце концов, привела к победам, и прежде всего американцев, американского оружия, американских инженеров, американской экономики, потому что воевала экономика, фактически американская экономика снабжала и Советский Союз ленд-лизом, и европейские страны, и когда Америка вошла в Европу, в принципе, она как по паркету уже отбомбила и стала основным выгодополучательницей войны. Она получила не только людей из Европы, она получила технологии, она получила инженеров. Она, короче, началась эпоха такого невероятного подъема, где-то с 42-го года, как раз год рождения Байдена. То есть мы можем сказать, что Байден – это дитя очень успешного американского поколения, которое не только успешно вошло в войну, но и продолжило этот путь. Мы знаем это, ну так, визуализировать этот путь можно по фильму «Крестный отец», там, где развитие мафии как раз происходит в эти годы. И мы видим, какие машины уже были в Америке в 50-е годы, и как развивалась американская экономика, и, в общем-то, она стала флагманом благополучия для Европы и даже Советского Союза. И Советский Союз в какой-то степени копировал. Второй наш персонаж – это, конечно же, Путин. А Путин вот как раз родился в 53-м году. 53-й год – это год смерти Сталина. То есть фактически Советский Союз в этот год перешел в депрессивное состояние, потому что начались безумные разоблачения, начались разочарования. С другой стороны, начали людей из ГУЛАГов отпускать, но мы знаем, как был развенчан культ личности Сталина, и все это пришлось на первые годы Путина. Возможно, тогда у него и появилось, и, кстати, этот период тоже обозначен же, в принципе, разбитыми семьями, недородившимися детьми, потому что в войне погибло 20 миллионов, потом, по оценкам, больше еще раненых было, коллег. В общем-то, визуально это все как раз начиная с 53-го года, когда победа осталась позади, а Сталин еще и запретил эту победу демонстрировать, то есть он фактически запретил проводить парады победы, боясь собственной армии, которая могла бы на него напасть, он еще больше начал закручивать террор. И вот это все рухнуло. То есть фактически рушился мир, любимый мир в будущем Путина, в котором он должен был быть вот этим самым СБУшником. Короче, и третий персонаж наш – это Зеленский, который родился в 78-м году. Как раз весь закат Советского Союза обрушился на семью, а мы рассматриваем именно семьи, в каком состоянии были семьи в первые годы жизни наших персонажей. Дедушки Байдена первые семь лет жизни в семье прошли, состоятельной семьи, в которой в семье чувствовалась победа. По радио передавали, в газетах писали, наверняка воодушевление родителей передавалось. То есть почему я говорю – это дитя победы, возрождения. И другие газетные заголовки, и отношение семьи к тому, что происходило в Советском Союзе, было, безусловно, у Путина. То есть разочарование, желание, чтобы все вернулось. Короче, желание террора, наверное, в этой семье жило как нигде. Ну и, конечно же, Зеленский тоже пришелся его до 78-го по 85-й. Де-факто самые депрессивные годы нашей жизни. Я это время помню, потому что в 78-м году я как раз там закончил учиться и пошел прыгать с парашютом, чтобы попасть в армию. В 79-м я попал в армию и помню эту армию, помню мое разочарование десантными войсками, их подготовкой, и я понимал, что эта армия вообще мало способна воевать. И два года я промучился в этой армии, и когда уволился, я с удивления обнаружил, что начало исчезать масло. То есть что происходило тогда в Советском Союзе? Уровень потребления начал резко падать. То есть до этого там где-то наши ожидания того, что, ну, наших родителей ожидания, что в 80-м году будет коммунизм, в 80-м году его не пришел коммунизм, но в принципе были ростаны квартиры, было много построено, заводы работали. Но, как мы знаем, позже выяснилось, что вот этот весь надувной ВВП Советского Союза, он основывался на военной мощи. То есть надо было производить как можно больше бетона, стали, пушек, снарядов и так далее, готовясь, ведя вот эту безудержную гонку вооружения. Она же так и вошла в историю, как гонка вооружения. И Советский Союз раздув ВВП на гонке вооружений, скатился к тому, что потребление начало резко падать. В то время, как в той же самой благополучной Америке, наоборот, росло потребление. Экономика потребления очень отличается от экономики производства. И если для экономики производства требуются чиновники и управление централизованное финансово, но в то же самое время государство может принять решение производить не то, что надо людям. То есть, условно говоря, оно может отказаться от производства трусов, штанов и вкусной еды, а сосредоточиться на процессе производства стали, бетона и тонна материала. В общем-то, мы, когда Советский Союз заканчивался, мы не слушали все время Брежнева с его речью о том, сколько удоев, сколько на полках всего, но визуально мы видели, что потребление падает. Вот когда я уволился с армии в 1981 году, обнаружил, что масло начало исчезать. И это Днепр, который, Днепропетровск, который был закрытым городом и с повышенным снабжением на то время. И именно в Днепре была сосредоточена львиная доля Светмаши, включая крупный завод, который был всем заказчиком и подарил нам второго президента Кучму, завод Южмаш. То есть, это такое военное-военное-военное производство. Ну и, конечно же, я потом уже работал, сталкивался по работе с инженерами с того же ЮМЗ, они рассказывали невероятное количество историй о том, как разворовывается этот завод просто рабочими инженерами. Там был спирт, там были какие-то железяки, там все время что-то тянули с этого завода. И понятно, что оно было все недееспособно, а потребление продолжало падать. И тогда нам начали давать этот суррогат в виде футбола. Футбол был хорош. Я сам ходил на футбол уже после армии. И мы гордились тем, что у нас ракеты гудят на заводе. Но, тем не менее, был развал. То есть, все это шло в тупик, и в семьях это понимали. И тревожное состояние семьи передавалось, безусловно, детям. Вот Зеленский вырос как раз в такой семье, где тревожное состояние передавалось детям. То есть, папа должен был где-то зарабатывать деньги. Там писали, что в Монголию ездил. Короче, тревожное время для семьи. Вот мы, когда рассматриваем этих троих персонажей, то мы видим безумную картину. Если их усадить за один семейный стол, то мы увидим на сцене этого же нашего 95-го квартала, на сцене Украины, сидят три мировых лидера, можно сказать. Дедушка, дед, очень благополучный, богатый дедушка из-за океана. Можно сказать, легенда и пример для всего Советского Союза, то включая Путина. Путин, у которого свой царь едит в голове и конфликт с отцом. И если представить, что Байден в какой-то степени это отцовская фигура для Путина и дедушкина фигура для Зеленского, то мы видим, конфликт у Путина разгорается по линии как раз Соединенных Штатов. Он все время хочет доказать Соединенным Штатам Америки, что он ровня, что он такой же, как Байден, что он имеет право делать то же самое, что если они все время ссылаются, вот вы Югославию бомбили, вы там бомбили, вы в Ирак вмешались, вы там. Он все время с этими обвинениями, то есть он хочет быть равным. Это типичное поведение второго поколения. То есть всегда складывается так поколение, что дети хотят быть как отцы, но не могут. Потому что так складывается, что первый, так сказать, самый успешный, он настолько отрывается от своего сына в какой-то степени и не уделяет ему внимания, что этот ребенок начинает обижаться, и у него развивается бешеный эгипов комплекс. Ну как к своему отцу, а потом это переносится уже на фигуру, как бы стоящую выше. В данной ситуации мы видим фигуру, стоящую выше в виде Байдена. И вот, опять же, возвращая нас за стол семейный, где собрались дедушка, Путин, условный сын Байдена, и Зеленский, условный сын Путина. Вот что интересно. И Зеленский тоже со своим конфликтом, он хочет быть похож таким же, как отец, то есть превращается в своего отца, но легендой для него служит денежный дедушка. То есть поэтому отсюда у нас дружба с Америкой, а не с Россией. Потому что ориентирование на легендарного дедушку, на деньги Америки, на возможности Америки, на желание тратить американские деньги по всему миру, в Лондонах и везде. Короче, Голливуд больше прельщает, чем Газпром. И, конечно же, он хочет быть похож, но тем не менее превращается в своего отца. В чем заключается это превращение? А возвращаясь к нашей пресс-конференции, вспомните пресс-конференции Путина. Пресс-конференции Путина тоже происходят в невероятном скоплении народных масс. Более того, они пошли дальше, у них все время расширяется вот эта линейка сидящих в зале. То есть нужно нагнать безумное количество журналистов западных, это дает хорошую картинку, потом допустить своих придворных почти или полупридворных, которые не напишут плохо. И, в принципе, на этом фоне Зеленский, так же, как и Путин, научился вести управляемые пресс-конференции. Там не происходит открытого общения, там вам не доносят информацию, вам там дают нарративы и установки. И вот эти как раз нарративы по путинскому модели маленького Советского Союза и дает Зеленский. То есть мы увидели модель управляемой демократией по Зеленскому, которая копируется исключительно из Путина. И, конечно же, на этой пресс-конференции зазвучали интересные слова, о которых мы поговорим чуть позже, потому что нужно нам погрузиться вот в это взаимоотношение этих трех персонажей, потому что, если бы не сложились так персонажи, никакой бы войны на территории Украины и передела мира, на который претендует Путин, не было бы. Потому что вот здесь возникает роль личности, которая выпячивает себя на международной арене. С одной стороны мы видим Байдена, который хочет, чтобы Америка, бессознательно, он просто хочет, чтобы Америка доминировала везде и все время побеждала. И всю свою политическую карьеру он на это настраивает. Ему надо возрождать НАТО, ему надо расширяться на Восток, ему надо делать все, чтобы ослабить, в том числе, путинскую Россию, как угрозу мира. Ему нужны внешние угрозы для проявления себя. Как говорится, Бог нам посылает испытания, чтобы мы проявили свои навыки и свое умение бороться с этими испытаниями. Вот так же, как сейчас для нас вот эти изгнания, вот эти беженства, вот эта война, это фон, на котором могут проявляться и хорошие, и отвратительные качества общества. И в данной ситуации мы видим нацеленность Байдена быть великой державой, и по сути он нашел идеальный инструмент. И идеальный инструмент он нашел совершенно бессознательно. Нельзя сказать, что это была разработка ЦРУ, или задумка какой-то там, что вот именно вот так надо. Нет, потому что сам Байден находится в плену вот тех воспоминаний 1942 года, постоянных побед Соединенных Штатов Америки. И, конечно же, не хочется терять в современном 21 веке людей. И когда находится возможность, а возможность появилась тогда, когда Путин захватил Крым, когда Путин развязал войну в Грузии, появилась некая возможность. То есть, что бы вы сами придумали, совершенно бессознательно, если бы вы находились на месте Байдена, и вам нужно сильно ослабить Российскую империю. Потому что до последнего времени мы, в принципе, Россию не сильно отделяли от себя. Да, там скандалы против русского языка, против культуры, все попытка отделиться, но мы-то знаем, что все равно эта все связь, она не по российской даже линии шла. Вот то, что там нам рассказывает Арестович, о том, что он русский, там находит Русь, полную чушь молочит, из прошлого тянет, чтобы подкрепить настоящее, которое не клеится. Потому что никакие мы не русские, не украинцы, не молдаване, не грузины, мы советские. Вот то, что сделал Советский Союз, он постирал в нас что-то национальное. Да, очагами оно осталось, языки остались, их сейчас пытаются поднять, но на самом деле мы глубоко советские люди. Мы вот те самые советские мальчики и девочки, те самые пионеры, октябрята, у которых, как манкуртов, пытались лишить своей идентификации. То есть, по сути, а зачем нужна национальность в паспорте? Об этом же много говорили. А зачем нам много языков, когда есть один? А зачем нам границы, когда можно иметь одну столицу, главную, там, Москву? Это все Советский Союз, но он же тоже не взялся ниоткуда. Он совершенно естественным образом переродился из Российской империи. Российская империя тоже не взялась ниоткуда. Она сложилась так, что она переродилась из монголо-татарской империи. Ведь исследования говорят о том, что источниками или откуда взялись монголы, ну уж точно не из Монголии. Потому что Монголия тоже искусственно в какой-то степени созданная страна, антикитай такой. И если рассматривать территорию, только территорию, без привязки ко всему остальному, территории Советского Союза, он абсолютно совпадает практически с территорией монголо-татарской орды. Еще раз повторю, Монголы и Монголия никакого отношения к монголо-татарам не имеет. А вот татары имеют. Татары, которые прекрасно распространялись с нашей территории, они как раз вот, у них было и Казанское царство, и Крымское ханство, и много вот этих всевозможных центров, в которых они развивались. По сути, Российская империя попросту взяла и разгромила их, и соединила, и столица стала в той самой Москве. Вот наследник орды. И этот наследник орды потом превратился в Российскую империю, потому что надо было опять же расширяться, надо было идти на Европу, а на Европу идти нельзя, не одевшись, как при Петре I, в европейские одеяния. Нельзя было это делать, потому что технологии нужны были, нужно было выпускать корабли, нужно было заходить в Балтию, нужно было приближаться к северным народам, в общем-то, что при помощи новой столицы Россия и проделала Петербург. Вот на каком фоне. И, конечно, Советский Союз наследник, безусловно, этой самой орды через Российскую. И на сегодняшний день мы просто видим распад империи. И рассматривать войну в Украине, если мы будем с точки зрения распада империи, которая, еще раз повторю, я много раз об этом говорил, родилась в 1945 году. То есть, с победой было на Ялтинской конференции признаны границы Советского Союза. Более того, расширенные границы, еще и с подвассальными государствами Варшавского договора. Более того, с некоторыми государствами у Советского Союза был заключен пакт, о неприсоединении ни к какому блоку. Внеблоковый факт. Австрия, Финляндия, там Швеция. Все это были страны, которые никуда не присоединялись. А в других странах стояли танки. В том числе и в границах того самого ФРГ, ГДР. Так вот, вот этот распад Советского Союза как раз и приходится на поколение уже Зеленского, маленького Зеленского, и Путина уже в более зрелом возрасте. И попытка спасти это у Путина спала все время. И, конечно же, Байден бессознательно увидел эту возможность. То есть, нужно поссорить папу и внучека, чем, в общем-то, успешно занимаются живые богатые дедушки. Они, в принципе, всегда настраивают внучека против папочки. И они очень здорово отманипулировали этой ситуацией. То есть, фактически, идет контролируемая война на территории Украины, которой не дают угаснуть, не дают прекратиться. И, в принципе, происходит, если мы вдумаемся, а что же происходит на самом деле? Разоружение. Гонка разоружений происходит. Потому что в этот момент, пока мы здесь ведем передачу, будет выстрелено невероятное количество снарядов в воздух. По полям, по лугам. Там какие-то невероятные цифры приводятся. Количество разрушенных домов. Более того, идет санитаризация территории. То есть, санитаризация в том плане, что они просто города разрушают, стирают. Как монголо-татарская Орда, она тоже выжигала целые поселения, чтобы никто из крестоносцев с новым технологией не мог до них добраться. Вот этим сейчас занимается Путин. А Байден и одна из причин, почему нам не дают сразу все оружие, их на самом деле не одна причина, а парочку причин. Первая причина – это то, что выгодно на сегодняшний день и Европе, и Америке, чтобы этот военный конфликт продолжался. Поэтому мира нам близко не видно, потому что идет гонка разоружений. Путин медленно, уверенно разоружается, теряет имущество, теряет рынки сбыта. Да чего еще лучше придумать для дедушки Байдена можно? Можно сказать, что успех Америки заключается в том, что он руками жителей Советского Союза, советских людей, убивает советских людей. И Украина, втянутую в эту войну, постоянно подпитываясь вооружением и помощью, в том числе из Европы и из Америки, в принципе, тоже разоружается в какой-то стиле. Или даже перевооружается и перенастраивается на европейские рынки и полностью обрезает рынки монголо-татарского княжения. Вот что происходит на самом деле. Вот эта схватка невероятного поколения, которое, если это писать в сериале и показывать замыслы этих людей, то мы как раз и увидим этот конфликт поколений. А дальше мы должны задаться вопросом, а, собственно, если бы не Зеленский был во главе государства, это бы произошло, и я должен констатировать факт. А вы знаете, что если бы был Порошенко, то войны бы, наверное, не было. Потому что у Порошенко не было конфликта с отцом. Он с отцом прожил душа в душу аж до его смерти. Они вместе бизнес вели, они не ругались. Его отец был доминантой. Поэтому сам Порошенко, он всегда под фигуру отца подлащивается. Он под него как бы подкладывается. И он в великолепных отношениях со всеми руководителями других стран. Он всегда с днем рождения поздравен. Он всегда ручку пожмет. Он такой хороший мальчик. Вот все время был. И с Путиным он также общался. В принципе, идя все время на уступки, но выворачивая все время свой какой-то нарратив в дальнюю, ожидая, что, ну, время решает вопрос. Мир и время. Потому что, вот когда на вот этой пресс-конференции был вопрос журналиста с «Украинской правды», очень интересный для меня вопрос, и он как раз мне прояснил вот этот взгляд психологический на эту ситуацию. Мы все время говорили, что у Путина и у Зеленского обостренный конфликт. Обостренный конфликт двух, не шибко, как выясняется, грамотных людей. Людей, на которых свалились невероятная власть и сокровища. И они с этим плохо справляются, потому что, когда на вас сваливается такое, ваш мозг начинает руководить всем, потому что вы все хотите контролировать. И желание контролировать все привело Путина к управляемой демократией, диктатуре и даже убийству таких людей, как Навальный и посадке всех своих людей. И это будет все время расширяться, потому что с возрастом репрессий будет в России все больше и больше. И у Зеленского такой же конфликт и страх, что отец ворвется в дом и что-то сделает, и он этого боится. И единственное, что он может, это устраивать истерики. И вот на этой пресс-конференции как раз звучит такой вопрос. Господин президент, вы во время встречи в Париже, там, где была Меркель и все остальные, у вас кроме общей встречи была же и личная встреча с Путиным. Была личная встреча, оказывается, и сейчас вот я впервые об этом услышал, что они, оказывается, долго беседовали при закрытых дверях. Что они друг другу говорили, это останется за этими дверями. Но на вопрос журналиста Зеленский не ответил толком. Он сослался на то, что он не помнит. А я думаю, что он помнит каждое слово. Он помнит тон, с которым разговаривал с ним Путин. Путин обоснованно ему рассказывал страхи о том, что будет, и по газу, который он упомянул. Там обсуждался вопрос газа и сидения на газовой трубе. Там наверняка обсуждались деньги. Там наверняка обсуждалась подвассальная ситуация. То есть Зеленскому Путин предложил то, что он обычно предлагает. Давайте жить в мире, и вы никуда не идете. Мы вам достаточно даем, чтобы вам нормально все было. И ничего не будет. Но мы не забываем, у Зеленского обостренный конфликт с отцом. В интервью с Гордоном он так и сказал, я папу тапочками бросал. И мы знаем по истории о Зеленском, что такая же встреча у него была в свое время с Масляковым. Масляков же это император КВН. Император КВН, который, как его описывают люди, которые с ним работали, у него со многими на этой почве конфликт. Там у него еще есть императрица, его жена. Они буквально находили вот этих талантливых мальчиков, манипулировали бюджетами рекламными, несметными сокровищами в то время. И Масляков, конечно же, подавлял любого вот такого мальчика, как Зеленский. И если кто-то не соглашался играть по правилам Маслякова, ну что, изгонялся из стаи КВН. Что, собственно, и произошло с 95-м кварталом. То есть, эта команда вначале сделали так, что она не выиграла конкурс, а потом устранили. Зеленский сам рассказал, что ему предложили быть одним из сценаристов этого КВН. И он не согласился. То есть, у него обостренный конфликт с такими людьми. Мы уже не будем перечислять, какие конфликты происходили с теми людьми, к которым он попадал, танцуя в сауне. Как ему обидно было обслуживать того же Януковича и Медведева в Межигине. Как досадно было терпеть это все, стоя на сцене перед этими самцами, которые хохотали. С каким удовольствием 95-й квартал буквально уничтожал фигуры, отцовские фигуры для него, унижая их и превращая их в мышей. Мы вспомним тупого Кличко, сделанного буквально на сцене 95-го. Мы вспомним того же Порошенко, которого размазали на стадионе. То есть, это все в удовольствии. Вот такое же удовольствие, к сожалению, проявилось и тогда в Париже при встрече с Путиным. Их разговор закончился наверняка на обидах друг к другу и на безумном конфликте. С этой встречи, судя по всему, Путин вышел с устойчивой задачей уничтожить Зеленского, потому что договориться, он понял, с ним не удастся. А Зеленский вышел с устойчивой наглой ухмылкой, что мы с Соединенными Штатами Америки и Европой, и нам ничего не грозит. Идеальный конфликт отцов и детей. Если представить, что Зеленский копирует Путина, бессознательно, мы еще раз повторим и напомним Дипов комплекс. Оракул сказал, что ты убьешь своего отца и женишься на матери. Де-факто на сегодняшний день Зеленский пытается убить Путина, или мысленно его убивает уже, и женится на диктатуре. Потому что матерью таких людей является диктатура, управляемая демократия. Вот что я увидел на этой пресс-конференции. Потому что на ней Зеленский блистал, как умелый манипулятор. Как он умело отталкивал вопросы ненужные, умело нивелировал тех людей, или их даже не допустили к задаче вопросов, типа Бутусова или других резких журналистов, которые могли задать вопрос. И были только спокойные вопросы. Никто не задал вопрос по пресловутому БЭП, никто не задал вопрос практически по окружению, зашкваренному офиса президента. Никто не задал вопрос по тому, что творилось перед началом войны. Вот можете послушать, я буквально сегодня послушал Луценко, он у Березы, прорекламирую, как раз рассказывает, вот эти первые, сколько тратилось деньги на асфальт, закатывалось, и мы сейчас понимаем почему, и что творилось с войсками, которые, то есть не то, что никто не ждал войну, даже вопрос не рассматривался. Настолько, наверное, Зеленского убедили, что войны не будет, все под контролем. Как это происходило, вот это уже второй вопрос, потому что мне все время было непонятно, почему в переговорной группе Минских соглашений появился Арестович, почему в этой переговорной группе сидит Кравчук, потому что его связи с Медведчуком, они настолько очевидны. В спортзал к Медведчуку, фактически Кравчука реанимировали в этом спортзале Суркиса с Медведчуком. И ты тогда понимаешь, что в этой переговорной группе сидели люди, которые каким-то образом шли на уступки Путину. И с одной стороны конфликт с Зеленского, а с другой стороны работает какая-то группа, меняя генералов, передвигая войска, прекращая ракетные программы, работает над тем, чтобы как можно больше российской агентуры окружало все. И это происходило у нас. И я думаю, что и Зеленский отправился спать спокойно в ночь войны, начала войны, только потому, что его абсолютно убедили, что никакой войны не будет. Более того, шла гонка разоружений, уже тогда началась. Еще один персонаж знаковый, это человек, женщина, которая была, ее достали из этой таможни роворусской, а таможня мы знаем, что это огромная коррумпированная махина, госпожа Верещук, которая на всех каналах Медведчука блистала, и которую внедрили к слугам народа, а мы знаем, что она до сих пор занимает пост вице-премьера. А мы знаем, что Верещук именно послали, и эти съемки есть, когда они разминировали Чонгар, налаживали пункт пропуска, чтобы свободно граждане перемещались. То есть, шли масштабные переговоры по тому, чтобы открывать потихонечку Украину для россиян. И приближаться, то, что не мог сделать Зеленский и всякие попытки, сделать его, во всяком случае, его окружение подсказывало, давай уже делай вот эти, принимать в какой-то форме Минские соглашения. Но это было невозможно сделать, потому что с другой стороны раздували конфликт. Американцы, европейцы, они были против Минских. И не позволяли. Более того, они тут же приходили национально сведомые люди под администрацию президента и угрожали. Угрожали снести весь этот режим, что не дай бог будет что-то подписано и этот Донбасс будет отдан под какую-то автономию или еще под что-то. Сейчас, конечно, мы можем вспоминать эти времена, как хорошо бы сейчас предложили автономию. Но там было очень много зацепок, которые мы уже не могли делать, потому что они были заложены предыдущими поколениями, так, чтобы ничего уже не произошло. Ну, первое, это, конечно, внесение в Конституцию закона о присоединении к НАТО, то есть движении к НАТО. Это уже конституционная норма. То есть отменить ее как? Ну и, конечно же, Байден умело отманипулировал и эта война была с молчаливого согласия Байдена развязана. Потому что, конечно же, американцы, если бы хотели, то никакой бы войны не было. И вооружений больше вы дали, и всего больше. Но манипулируя весь мир тем, что а вдруг война, а вдруг ядерная угроза, а вдруг еще что-то, а вдруг, а вдруг, а вдруг, приводит к тому, что еще большим выгодополучателем становится Америка и Европа. Во-первых, Европа вся перевооружается. Уже, по-моему, бюджет НАТО начал зашкаливать за 370 миллиардов. То есть оборонная промышленность начинает работать. Германия просыпается в том плане, что Путин постоянно с Медведевым угрожает какой-то ядерной катастрофой и нападением на страны НАТО. И они понимают, что единственным сдерживающим фактором это еще больше вооружить страны НАТО. И еще и перейти на новое вооружение. И, конечно же, в этом плане Украина крайне выгодна. Крайне выгодна в том плане, что в Украину можно забросить все старое вооружение, списав его. Это старое вооружение будет списано по хорошим ценам. А вместо старого вооружения на склады прибудет новое поколение вооружений. Отдаст там та Дания и Нидерланды или кто там самолеты F-16 получат F-35. Отдадут там устаревшие какие-то Хаймерсы получат новые. Отдадут какие-то замороженные танки еще советского периода получат новые. И так далее и так далее. Плюс это все наслаивается на переход на новые вооружения. А новые вооружения это вот те самые дроны. И можно рассматривать Украину нашу родную Украину как чистый полигон для выработки защиты мира и защиты государств от нападения варваров. Монгола татарской. Или Китая или Ирана или России. То с кем в общем-то и дружит на сегодняшний день Путин. Или Ким Чен Ира который вечно угрожает своим соседям. Но мы видим что почему Северная Корея не нападает на Южную Корею ну наверное потому что Южная Корея все-таки вооружена посильнее. Наверное потому что Южная Корея наладила так экономику корпоративную что ВВП у них зашкаливает туда уходит 40-50 тысячам долларов на душу населения. И лучшие образцы танков на сегодняшний день это Южная Корея. И мы видим что мир Запада он идет именно таким путем. И конечно здесь используются вот эти вот конфликты. Поэтому я уверен что если бы не было такого острого и дипового комплекса между Зеленским и Путиным они как бы единокровные. Вот как точно отец и сын. Потому что я еще раз говорю что предсказание Оракула а мы это начали обсуждать уже давно как Зеленский потихонечку превращается в диктатора. Не потому что даже что лично он склонен что он такой талантливый что он что-то организует. Общество Советского Союза почему я говорю что мы советские люди мы склонны лечь под хана монголо-татарского хана. И будет это фамилия этого хана Путин Сталин или Ленин или Зеленский это не важно или даже Саакашвили но склонность хотя вот грузины показали что они могут скидывать диктатора. И вот эта пресс-конференция и показала что мы семимильными шагами движемся к диктатуре. Вот это меня пугает потому что когда ты смотришь на вот этих шесть эффективных менеджеров а я напомню что после увольнения Богдана первого так сказать главу администрации который тоже занялся беспределом ну каким-то умеренным беспределом с приходом Ермака начали привлекаться исключительно люди антимайдана и я об этом уже рассказывал что на самом деле сейчас мощно выстраивается партия Майдана против антимайдана все майдановцы отстранены от власти на сегодняшний день они все в оппозиции сидят мирно по норам у них есть в какой-то степени общий представитель тот же Порошенко и флагман в виде залужного и этот майдан потихонечку начинает просыпаться потому что все чаще звучат откровенные вызовы ну не может пока Зеленский всех арестовать не может всем закрыть рот к этому надо еще подойти для этого надо иметь причины и кстати на этой пресс-конференции эти причины были озвучены что после какого-то даты будут приняты такие решения что в блогосфере начнет наступать тишина то есть люди особенно которые находятся на территории Украины ну что вы же слышали нарративы нарративы пропаганды кремлевской ведут к третьему майдану а то и четвертому нарративы кремля заключают в том что ну смотрите все кто говорят о нелегитимности президента Зеленского после мая месяца они должны быть как-то остановлены и об этом говорят все силовые органы поэтому СБУ может получить задание мониторить средства массовой информации включая ютуб чтобы закрывать рты блокировать каналы и еще дальше скатываться в диктатуру хотя уже вот люди так начинают бояться я вот даже с удивлением как люди все-таки просыпаются и это происходит на наших глазах и визуально мы это видим на вот таких встречах пресс-конференциях где сидит диктатор в середине и он вещает это картинка диктатора посмотрите как у дедушки Байдена выглядит его выступление кто за него может говорить и мы видим и Соливан может говорить и Блинкин может говорить и пресс-секретарь может говорить у Зеленского никто никто не может комментировать никто не может говорить это как концерт одного актера все время одного актера отлично выучит свою роль а самое главное бессознательно желающего диктатура бессознательно желающего диктатура потому что фигура отца для него неприемлема фигура Путина для него неприемлем. Поэтому конфликт будет продолжаться. Отсюда вот эта забывчивость разговора. Единственное, что просквозило в этом ответе Зеленского, это то, что он говорит, я не могу ничего вспомнить, но разговор был долгий. То есть он во время него устал. Он во время этого разговора с Путиным, я так понял, единственное, что запомнил основное, невыносимость нахождения в комнате с этим человеком, который на него давит, ну как ГБшник может давить. Наверное, такие же взаимоотношения с отцом Зеленского. Он не может долго находиться в одной помещении даже с ним. Ну в силу того, что происходило в детстве. Нужно тоже учитывать, почему у Зеленского сломался голос. От какого крика. Что он кричал и как выработалась эта манера поведения истерикой выбивать все, что ему надо. И это работает до поры до времени. Потому что, когда работают такие политики, как дедушка Байден, то они используют все комплексы, всех людей. Комплекс Путина, для которого кумиром является Гитлер и завоевательные вещи в силу того, что внутри себя он сошел с ума. Но общество Советского Союза готово было принять Путину. Оно как будто бы ждало своего Сталина как реинкарнацию. Как возвращение в золотой век Советского Союза, когда мы всех побеждали в Европе. Советские люди были образцом для всего мира. Спящее воспоминание, которого на самом деле никакого величия не было. Была просто закрытая информация и запрет на все. И бессознательное желание вернуться в такой стране. И вот Россия возвращается. И за ней же возвращается и Украина. Вот удастся ли нам... И получается, что не ликвидировал институт президента... Вот, кстати, когда задают вопрос, будет легитимен Зеленский после 20-го, он будет законен. Вот что интересно в нашей Конституции можно наблюдать и в нашем законодательстве. У Зеленского будет абсолютно законная власть. И абсолютно законно он может именем военного времени и продлять военное положение. И устанавливать более жесткие законы, в том числе стреноживая свободу слова. Больше осуществлять политический террор, что и будет происходить. Потому что это единственная возможность сохранения власти. А сохранение власти на сегодняшний день для команды Зеленского, это связано с выживанием. Потому что они, все окружение Зеленского, весь антимайдан, который собрался вокруг Зеленского, и, кстати, за которых люди не голосовали, потому что они голосовали за хорошего парня, зеленый список каких-то молодых людей, молодых мальчиков и девочек. Но после ухода Богдана, после ухода Разумкова, после ухода премьер-министра, после ухода генпрокурора Рябошапка, мы увидели, что все места во владных, силовых особенно органах, достались антимайдану. В той или иной степени участвующих в антимайдановых событиях. А мы напомним, весь антимайдан был пророссийский. Они были за дружбу с Россией, они были против европейского пути, и поэтому сейчас с удивлением наблюдаю, что люди антимайдана отвечают за европейскую интеграцию, отвечают за принятие законов, которые нас должны приблизить к Европейскому Союзу, отвечают за меморандум с Европейским Союзом. Но де-факто, вот как законом БЭП, они пытаются торпедировать наше движение в Европейский Союз. Потому что сами эти законы, которые заставляет Евросоюз принимать, они разрушают власть антимайдана, которая сейчас, можно сказать, абсолютно. То, что кошмарение бизнеса, то, что посадки незаконные, то, что дали возможность творить прокурорам, ментам, СБУ и прочим, оно на сегодняшний день, и общество легло под этого, оно на сегодняшний день не укладывается в голове. А как это? Так, Украина сделала Майдан, первый, второй, и скатилась в диктатуру. Но, как бы вам сейчас ни говорили, мы видим на этой пресс-конференции именно формирование полностью управляемой демократии. И, по большому счету, я думаю, что у них сейчас замысел, это перейти к формированию избирательных бюллетеней по методу Путина. То есть, кандидаты в президенты будут допущены и сняты. То есть, возможно, появятся такие поправки в законе об избирательном праве политических партий или кандидатов в президенты, по которым нужно будет исполнить что-то немыслимое. Ну, как сбор подписей, которые можно забраковать, а можно пропустить. И когда мне задают вопрос, а ты же говорил о том, что у нас сказка категорошек, что у нас заложенный флагман, он остается флагманом. Вот самое удивительное в этой сказке про категорошку и нашего генерала Залужного, у которого пытаются отобрать победу ту, которую мы получили хотя бы на первых этапах войны, отбив врага от Киева, что сейчас он в яме. Он сейчас в политическом яме, именно по сказке. Там, где его эти самые эффективные менеджеры, побраты мы, оставили. Отобрав у него власть, отобрав у него деньги, отобрав у него возможность что-либо делать, но мы знаем, что зреет как раз вот в этой яме, в которой они его оставили, и зреет настоящий характер политика. И как бы там ни молчал заложенный, он на сегодняшний день даже имеет некую охранную грамоту. И самое удивительное, что у нас же как бы в нашей душе всегда есть дуализм. С одной стороны мы делаем подлость, а с другой стороны мы должны продемонстрировать, что мы хорошие. И Зеленский наткнулся на это же самое. То есть он сделал со своей командой и долго на нее решался подлость, ну, фактически похоронив карьеру заложенного за то, что он генерал-победитель, и только за это и больше ни за что, он ему тут же через неделю, через два дня вручает звание Героя Украины. А теперь представьте себе, что если он захочет устранить заложенного, ему надо, ну, то, что должны придумать уголовные дела, которые уже существуют на заложенном, но еще надо приписать ему что-то такое, чтобы его арестовать, потому что его надо забрать. А как вы арестуете Героя Войны, кандидата от Майдана, нового, человека, которого поддерживают политические силы всех, кого вы изгнали, да еще и Героя Украины, ну, тюрьма раздвинется, там в самой тюрьме бунты начнутся, потому что у заложенного на сегодняшний день и в тюрьме есть поклонники, и среди руководства тюрьмы, и в прокуратуре наверняка генеральной есть поклонники. Да что там говорить, обычные люди все видели и все знают, и замылить это невозможно. И поэтому Зеленский делал это, фактически выдавая бессознательно индульгенцию или охранную грамоту заложенного. Поэтому он сейчас в этой своей яме, где готовится политический процесс, а политический процесс не начнется до отмены военного положения, а военное положение начнется до тех пор, пока Зеленский не заговорит с Путиным. А он не заговорит с Путиным, потому что он сказал, что у Путина опять вот этот издевательский тон, у Путина нет мобилы. То есть все время принижение отцовской фигуры, которую ты копируешь по-любому, потому что ты создаешь в Украине маленький Советский Союз по методологии Путина. У него силовики все захватили, и у тебя силовики все захватили. Поэтому вот эта пресс-конференция так и выглядела, как выступление начинающего, мы так скажем, еще не вполне оформившегося. Может он и не успеет оформиться до конца, потому что для украинского народа вот это будет трагедия. Потому что война это очень трагическая вещь, и то, что вот все перебито, но что греет и меня, и, наверное, обычных граждан Украины, ну мы по правильную сторону, мы же по европейскую сторону. Мы как бы, да, с кровью, но отделяемся от монголо-татарского ига, от Советского Союза, от империи российской, отрываемся, да, с кровью, но отрываемся в сторону Европы. А если война закончится, и столько будет погибших, а мы не только не оторвемся, мы превратимся в такой маленький крепкий Советский Союз во главе с зелеными диктаторами. Вот где будет разочарование, где установят какой-то подушный налог, о котором начали говорить, где будут контролироваться банковские карточки, где будут, кстати, новые диктатуры, они ведь на чем строят свою диктатуру? И это опробовано в Венесуэле. В том, что они не закрывают границы. Вот Венесуэла с этим Мадуро держится, только потому что границы открыты. Да, у нас нищета, да, у нас плохо, да, мое правительство контролирует скважины, да, мы продаем, нефть нам хватает раздавать бедным чуть-чуть. А остальное население, которое хочет работать, да едьте в соседние страны. Мне люди, современной диктатуре 21 века, на самом деле люди не нужны. Вот катастрофа Украины в том, что Зеленскому люди не нужны. Их можно утилизировать на фронте, особенно самых патриотичных и резких. А с другой стороны, если откроют границы, он прекрасно понимает, что люди уедут. И чем хуже здесь будет, тем больше уедет. Но, если люди уезжают, у них есть возможность голосовать ногами, то есть они выбирают просто другую территорию, а не борьбу с диктатором, то, в общем-то, ничего не происходит. Именно это происходит в России. Обратите внимание, для россиян шлюзы открыты. Хочешь в Армению, хочешь в Турцию, хочешь в Грузию, хочешь в Европу, хочешь даже в Америку лети. Сложность визы получить, сложность надо через шлюз. В Турции, ну, Дубай открытый, самолеты работают. Никто никого не держит. Более того, такие диктаторы часто задумываются, и то, что начало звучать, параллельно, кстати, и в российском парламенте, где говорят, подождите, они уехали, а у них здесь недвижимость. Надо их забирать. Если мы объявили его врагом народа, если он там осужден судом, то конфискация, все забирать. Поэтому люди начали чештать репу. Раньше мы просто уехали, но у нас что-то было, но тут у нас уже все забирают. Но и в Украине начали говорить о таком же. А чего бы карточки не заблокировать, а чего бы ухилян там не лишить их возможности лечиться, учиться, получать их детям, получать образование на территории Украины, которого, кстати, все равно нет. То есть мы видим, что вот это все закладывается вот этими методами антимайдана. Потому что люди, которые работали вокруг Януковича, это вот та молодая полость, которую он дал возможность реализоваться, а сам отстранился, можно так сказать, от власти. Вот оно-то и привело к тому, что это взорвалось. Потому что методы у этого поколения, методы беспредельщиков. То есть они научились пользоваться законом так, чтобы отбирать недвижимость, отбирать все, что заработало предыдущее поколение. Правильным, неправильным методом. Это второстепенно. Важно, что идет отбор имущества, а заодно разрушение памятников. А заодно разрушение памяти. Всякое. А заодно искажение истории. И все это признаки того, что будет формироваться вот эта плеяда. И использовать они будут самых разнообразных людей для насаждения мифологии, русскости, еще чего-то, чтобы внутри страны нащупать это идеологическое дно, на которое они могут опереться. И потом это идеологическое дно маленького Советского Союза, де-факто вернувший Советский Союз. И тогда мы оказываемся в опасности. Тогда война эта не просто бессмысленна, она убийственно бессмысленна. Потому что к ней добавится еще разочарование, потому что мы нифига и не построили. Мы потеряли все, какие достижения были. Вот сейчас мне там пишут иногда, говорят, так вы сами на Майдане прыгали, вы к этому привели. Я Майдан не оцениваю в десятилетний период. Майдан, мы можем оценивать его достижения через 28 лет. Майдан настолько сдвинул пласты в отношении Советского Союза и развернул Украину в сторону Европы, что катастрофа произошла уже внутри власти. Потому что та же власть, которая пришла с Майдана, это тоже советские люди. Что Яценюк не советский мальчик? Или Луценко не советский? Или Кличко, который стоял на Майдане, не советский? Или Порошенко не советский? Они все советские. И они, конечно же, когда ворвались в чертоги Януковича Кучмы и предыдущих правителей, они там хорошо обосновались. Отлично! Отлично! Теперь это все будет служить нам. Теперь пусть судьи нам служат, пусть менты нам служат. Короче, защищают нам. Но они не учли одного. Вы начали дискредитировать себя. И вот это вот самое, когда говорят, будет ли законен и легитимен Зеленский после Майских или даже раньше, я должен сказать, что можно быть в законе. И он будет в законе. Он, безусловно, будет совершенно законный президент до передачи власти другому президенту после выборов. Которые могут не произойти в ближайшие год-два. Он будет законен. И поднимать вопрос о его незаконности бессмысленно. Я уверен, что скоро это подтвердит и Конституционный суд заставят, и парламент проголосует, что он законен, законен. Но легитимность, вот проблема. Легитимность. Ведь Янукович тоже был законен. Но когда собрался Майдан, он сказал, он нелегитимен, у нас нет ему доверия. И вот потеря легитимности, наверное, сейчас больше всего беспокоит команду Зеленского. Потому что вся вот эти эффективные менеджеры, они настолько увлечены грабежом, отжимом имущества, что они совершенно не видят политические процессы, которые происходят. И это, возможно, нас спасет. Потому что с политическими процессами они не готовы работать. Они готовы работать с должностями. Они готовы обвинять, осуждать при помощи государства, использовать государственное все имущество. Своё они не используют. И поэтому партии не формируются, лидеры не появляются. Есть один лидер Зеленский. По сути, весь удар сейчас оппозиции наносится по фигуре Зеленского, чтобы довести его пусть и к законному пребыванию власти, но мало легитимному. Потому что это начинает влиять, в том числе и на парламент. Вот последнее голосование по БЭП, когда не хватило четырёх всего голосов. Четырёх голосов для того, чтобы протащить президентский или администрации президента закон по БЭП, про перезагрузку силового органа, который как раз и кошмарит весь бизнес, который заводит ложные уголовные дела. Вот как и в моём случае, это БЭП завёл, это за продажу квартиры, раздул безумное обвинение в хищении из бюджета в невероятных количествах. Я вынужден теперь лазить по судам, чтобы от них отбиться. Это всё БЭП. Они реально выдумывают дела. Вот утром приходят на работу и выдумывают дела, потому что там насажали людей, которым поручено выдумывать дела. А потом уже люди откупаются, судебная система снабжается, адвокаты работают, короче, обезжиривают этих несчастных предпринимателей, но приводят их к тому, что они не хотят работать на территории Украины, они начинают бояться ментов, прокуроров, они начинают сторониться их и даже устанавливают себе принцип не сотрудничать, ни в каком виде, потому что всё речь идёт уже о сохранении свободы. И он проваливается, этот закон проваливается в парламенте. Не знаю, как они его будут дальше протаскивать, но сама попытка была же. Я удивился, как обманывали должностные лица, посмотрел, как они говорили о том, что это всё бизнес поддерживает, это бизнес хочет такой БЭП иметь. Европейские послы говорят, нет, это не входит в меморандум, мы хотели другой. Они говорят, нет, вы поддерживаете. Цинизм, с которым они работают, мне напоминает эту молодую команду, которая очень цинично тогда уже начала формировать отжим имущества. И эти туда же. И они не остановятся, потому что у меня такое впечатление, они готовы жить в Украине только в состоянии власти и диктатуры, но как только они потеряют власть и диктатуру, их не будет в стране, потому что без этого они жить не могут, без должности. И Зеленский де-факто пока подыгрывает. Он заявил на прошлое еще пресс-конференции, что вот, а я никого не уволю, а они все будут работать, потому что я президент. Вот это потому что я президент, не потому что вы хотите или что-то. И, кстати, по заложному, как он ответил, обратите внимание, он же так и сказал, я президент, я увольняю кого хочу, когда хочу. Куда нас это заводит? Потому что вот тут мы должны понять, кто движущая сила новой революции. И почему рядом с заложным появилась супруга? Почему Порошенко все время ходит с супругой? Почему если мы начнем разбирать племя, в котором произошла первая социальная революция, ну, условно говоря, это Орда, в которой есть главный Ордынец или Тиран, который, ну, тогда самое главное, это борьба за размножение у всех млекопитающих, питание, размножение и контроль территории. Три вещи, которые, в принципе, у человека присущи. И вы можете переносить человеческое общество из века в век, через тысячелетие, но вернувшись туда, первоначальное, так сказать, состояние первобытного племени, вы увидите очень ярко выраженные вот эти позиции. То есть есть вождь, Тиран, который что делает? Взрослеющий или стареющий вождь? Он теряет хватку. Теряет хватку над кем? Над тем, кого должен кормить и обеспечить. Он уже слабее контролирует территорию, он уже слабее размножается или совсем прекращает размножаться. И кто первые недовольные? В принципе, все племя живет, ну а слаб самец, ну и хорошо, меньше нас будет загрызать. Держись от него на почтенном расстоянии и в принципе все будет нормально. женщины начинают сносить стареющего вождя, потому что вот поэтому на знамени французской революции женщина с флагом, с голой грудью, женщины, неудовлетворенные своим положением в обществе, начинают бастовать против тиранов. и вот они именно, вот смотрите в России как происходит, против Путина уже мужчинам вообще выходить опасно, там сразу тюрьма и все. Женщины выходят, женщины военнослужащие, и у нас на Майдан могут выйти только женщины, потому что мужиков тянут куда-то. Женщина получает в этот период и вот в троллейбусах у нас столкновение с ТЦК женщины орут, вы мужиков у нас забирайте, это то же самое как в племени, женщины вокруг вождя орут, а что ж ты нам не даешь с остальными так сказать размножаться, природа она же скоротечна, жизнь коротка, нам надо еще успеть это все сделать. В Египте был гаремный заговор стареющего вождя, сведли как раз гаремным заговором, даже с евнухами вошли в связь и продвинули своего, поэтому вот именно женщины и будут катаклизмы. Не случайно не знаю, понимают они или это разработка ЦРУ, но смотрите, на кого поменяли в Грузии. Тихановская женщина. Сейчас Навального убили, главным оппозиционером становится Юлия Навальная. у нас заложный все время с женщиной рядом. У нас женщины начинают бастовать. В принципе, сейчас акцент на то, что женщины антидиктаторы. Во французской революции первыми вышли бастовать и требовать хлеба женщины толпами шли. Здесь вскрывается то, что с женщинами нельзя сделать. природный мужчина не может бить женщину. Тот же мент теряется. Когда надо бить мужика, тут все понятно. Врок дал и все хорошо. Ногой с носока ударил, все нормально. А вот женщину как бить. И это уже следующий уровень тирании, когда могут бить детей и женщин. Именно до этого дошел Янукович. Когда в принципе избивали, и главный тезис был начало Майдана второго, это детей побылы. девчаток и хлопчики. Вот так звучал лозунг. И это всех взбеленило и взбесило. И все побежали на Майдан. Кто помнит эти чувства, когда по телевизору показали именно это. Истинное лицо власть. Когда они перешли рубеж. А кто перешел рубеж этот? Перешел именно окружение Януковича. Молодая порость, которая сейчас в администрации президента сидит. Они перейдут. Они рано или поздно начнут колбасить этих женщин. Я вот девушка выходила на Майдан бастовала. И она потом пошла и ее окружило с десяток полицейских. Она это все сняла. Смелая девушка. Я же говорю, что женщины могут себе позволить, мужики не позволят. Их арестуют. А женщины могут. И вот они будут движущей силой. Они выйдут скорее всего за нормального залужного. Они выйдут скорее всего в защиту своих мужчин. И созреет это там, где их обидят. А их обижают уже. Вот Зеленский озвучил цифру интересную. 31 тысяча погибших. И начали все задаваться вопросом, а почему такие разные цифры? Там Нью-Йорк Таймс одну цифру говорит, россияне другую цифру. Но мы с вами можем насчет этой цифры порассуждать. 31 тысяча. С другой стороны, я начал думать, откуда взялась эта цифра? А я вам скажу, она взялась из головы Зеленского. Потому что Fox News, когда Зеленский давал интервью, кстати, должен нас с вами поздравить, потому что я понял, что в администрации президента нас смотрят. Помните, я в позапрошлом интервью сказал, что Зеленскому надо с Карлсоном встретиться, но встретиться на фоне разбитого жилого дома. Они, конечно, ухватили эту мысль, но недопоняли глубину. И Зеленский не кался приглашать, а надо было кался приглашать, а не Fox News. Побоялся. И надо было высаживаться не на искусственном фоне каких-то кирпичиков, какого-то блиндажа, что типа печка горит, газовая, ну знаете, стилистический блиндаж для художественного фильма. Возможно, они где-то художественный фильм как бы снимали, но там взрывы где-то случаются, как сцена организована. Нет, надо было живую, у нас много разрушенных домов, там надо было сесть, обеспечить безопасность и там разговаривать. Это было бы, по-другому бы впечатляло мир. Вот живая девятиэтажка обычная и разбитый подъезд. У нас таких домов сгоревших много. Так вот, это они услышали у нас и организовали так. Так вот, на том интервью Зеленский сказал, что у россиян погибло где-то 180 тысяч. Опять же, это из статьи, которую напечатали Нью-Йорк Таймс. Ну а в этом же интервью он сказал, что ну а у нас мы бьем один к пяти. То есть на одного погибшего украинца пять россиян. А мы с вами будем рассуждать. Вот он сказал это, а теперь поделите 150-180 на пять и вы получите как раз цифру 30-35 тысяч, которую озвучил Зеленский. То есть он просто взял цифру россиян, разделил на пять и получил эту цифру. И озвучил ее. И сейчас, конечно, это был прокол, потому что все начинают поднимать реальные цифры погибших. И вылезла страшная штука, почему такая малая цифра погибших прозвучала. Это связано с тем, что не все женщины, возвращаясь к бунту женщин, не все женщины погибших, мужчин, потерявших кормильцев своих детей, в состоянии, об этом мы говорили еще прошлым летом, в состоянии дойти до конца и получить помощь на потерянного кормильца. А она, напомню, составляет 15 миллионов, 13 миллионов гривен. И следующий вопрос. А в состоянии ли наша казна выплатить 13 миллионов за убитую душу? И как быстро? И какие справки надо собрать? И сколько людей, в чем преступление государства, сколько людей они попытаются подвести под состояние пропал без вести? Сколько людей они попытаются, что не там погиб, не так погиб и так далее? Вот отсюда цифра занижения погибших. Потому что даже если вы умножите 31 тысячу на 13 миллионов, вы получите какие-то невероятные миллиарды. А если вы умножите и начнете рассуждать вместе со мной привычка все подвергать сомнению, а я думаю, если у россиян больше оружия, больше танков, больше самолетов, наверное, они стреляют больше. Даже наши говорят, что 1 к 7 они стреляют. Больше стреляют. Более того, они давят и наступают. Сколько должно потерь идти с одной и с другой стороны? Если большая советская армия бьется с маленькой советской армией, то мы можем предположить, что, наверное, один к одному. Что, наверное, столько же, сколько гибнет россиян, столько же убивают украинцев. У меня нет данных об этом. Но есть данные, которые печатает та же самая Нью-Йорк Таймс и другие разведки. Они говорят о том, что убыло, это убытие, убитыми и ранеными, потерянными войсками 450 тысяч со стороны России. Это более правдивая цифра. Если вы переведете на нашу, и трагизм заключается в том, что у них 450 тысяч приходится на 140 миллионное население, а у нас приходится на 40 миллионное население, бывшее 40 миллионное население. И, конечно же, в процентах это будут просто абсолютно разные пропорции. Тут действительно один к пяти получается. Мне, конечно, не хочется в это верить, но интуиция мне подсказывает, что, наверное, все-таки потери близки к тому, что один к одному. Что вот уперлись лоб в лоб и убивают друг друга один к одному. И еще больше опечаливает, что переговоры, к сожалению, дальнейшие и принятие решения будет вести все-таки Зеленский. Принимая и заставляя делать свое окружение то, что оно с одной стороны хочет, и заставить его подписать даже плохой мир, только какое-то чрезвычайное обстоятельство. И мы должны просто задать себе вопрос, а на какое чрезвычайное обстоятельство может пойти Путин. Потому что вот смерть Навального, разбитые города Украины, арестованное имущество за рубежом, перебитые санкциями логистические потоки. Путин демонстрирует демонстративно, что он невменяемый. И невменяемость для него природное состояние. То есть опять же это природное состояние детства советского мальчика в период созревания с 1953 года до там 14 лет добавим это сколько там 60-67 год это период полной дестабилизации и хаоса в семейной традиции. Все это в голове и единственное что Путин может это убивать. И так как он подпаливает все вокруг себя это мальчик с дефицитом внимания то есть что мальчик с дефицитом внимания делает обычно подучку падает но самое главное начинает наносить ущерб у него несколько видов ущерба он наносит ущерб своему здоровью он наносит ущерб окружающим он наносит имущество ущерб такие мальчики в каждом дворе жили их бьет весь двор а они еще хуже становятся они все время хуже и хуже вот с Путиным происходит именно эта метаморфоза а что вы мне сделаете а я вот сделаю еще такую гадость и вот ты тут задумываешься а до какой психопатической гадости или какая психопатическая гадость его остановит потому что ну как бы он все уже использовал ну как бы уже отбомбил ну что следующее потому что следующее это подъем ущерба который он должен нанести и себе и нам и миру и здесь опять же на первый план выходит нет не то ядерное оружие которое терячит а то ядерное оружие которое тактическое то есть шандарахнуть ядерным оружием по окопам вот это да или шандарахнуть там где скопление войск вот это да и я представил себе а что мир скажет если он тактическое ядерное оружие применит а мир проявит озабоченность он еще больше будет вооружаться он еще больше придет, но вмешается в конфликт в Украине или нет? И я, с сожалению, говорю, нет, не вмешается, даже при применении. Хотя угрозы есть, что мы куда? Потому что все равно стратегия Байдена и, я так понимаю, американского истеблишмента, и важно, это придет Трамп или кто, это все равно дождаться, когда сдохнет диктатор такого типа. Чтобы зашло новое поколение. Они же терпеливо ждали, когда Брежнев скончался. И гонку вооружения устроили, и противостояние, и даже допустили войну в Афганистане, и там устроили противостояние. Кто бы мог подумать, что мы тоже окажемся как Афганистан только через многое-многое лет, через 40 лет. Поэтому вот в чем опасность, что Украина может пострадать еще больше. И тогда возникнет вопрос, а где переговоры? А почему ты не ведешь переговоры? И получается, что Эдипов комплекс Зеленского заставляет его изнутри, из его бессознательного, протестуя против Путина и его агрессии, не принимать разумные решения. И даже не передать принятие разумных решений. И вот здесь вот я вынужден обращаться в том числе и к Ермаку, и к его окружению. А вы реально ждете, когда Шандарахнут или что-то произойдет? Или все-таки вы попытаетесь повести в нормальное русло? Вот может быть там люди с меньшим Эдиповым комплексом сидят? Может быть там люди, которые хотят сохранить себя в будущем, а самое главное удержать ситуацию и не погубить больше людей? Потому что вот то, что назрело в Украине, это передача власти в правительство. Это возвращение парламентских полномочий, чтобы парламент перестал быть под вассальным. Это возвращение к демократическим нормам. Но вот эта пресс-конференция, и вот эта пресс-конференция, она говорит о том, что насколько же у тебя смотрел лица молодых людей, которые задают вопросы, журналисток, журналистов, не западных, а наших, раболепия. Что в обществе в таком постсовка все хотят устроиться в государстве. И как только он устраивается в государстве, становится абсолютно всем доволен. Потому что везде бардак, все в заднице, а он при должности. И он этой должностью на своем уровне маленьком может жить, может пользоваться в государстве, может пользоваться даже соседей. Вот в советский период тоже так было. Кто при государственной власти устраивался, это уважаемые люди. Это потом уже шлюзы открылись для торговли, для директоров заводов. А в принципе нужно было быть секретаршей, первого секретаря. И она была всегда абсолютно довольна существующим режимом. Потому что палку колбасы получала. И секретарь получала такую же палку, ну две, три. И вот за эту палку колбасы сейчас в Украине, то что Россия эти палки колбасы раздает своим артистам, актерам, театрам, окружению, государственникам, усиливая государство. Ну и Украина пошла тем же путем. И здесь, конечно, заинтересованность в войне в том плане, что сила государства возрастает, не ослабевает. Вот даже прозвучало по поводу чиновников. А почему чиновников не подсократить? Они говорят, это популизм. Это не даст сокращение. Я с удивлением даже послушал некоторых экономистов. Они говорят, да, это не даст, это не так много денег. Дело с чиновниками не в проблеме, сколько он денег платит. Вы можете ему вообще не платить денег. Он все равно будет ползать на работу. Потому что само наличие стола, само наличие кресла, само наличие должности министерства дает невероятные возможности, которыми они пользуются. Они пользуют эти министерства. И сокращение не для экономии делается, а для того, чтобы снять с головы здорового общества вурдалаков, чиновников, ненужных. Потому что вы кормите не просто ненужных людей, а вредных людей. Вы кормите, ну как сахаром кормить рак. Вам сказали, у вас рак. А вы говорите, ну тогда сахара надо больше есть. Пусть развивается. Слабо развивается. Алкоголь надо пить. Вообще нездоровый образ жизни есть, чтобы он быстрее развивался. Вот и в Украине это все развивается. Именем войны. Мы же не видим сокращения. Они даже не рассматривают. А вот порабощение, это раковая опухоль, которая закрывает все возможное шевеление в стране, оно продолжается. Так что наше рабдолепие общества, оно позволяет Зеленскому так себя вести. Когда вы задаете себе вопрос, а насколько я раб? А насколько ты готов пойти в государство служить и быть довольным государством? Вот где происходит. И сейчас уже Зеленский опробует эту схему. Вот он ее начал опробовать буквально недавно. Это с полгода назад. Когда он пытается все плохое на парламент, на военных, а себе забрать только хорошее. Только хорошие законопроекты. Только хорошие новости должны звучать от диктатора. А все остальные, это же, как это, холопы, они должны между собой чубы-тость. Вот почему у нас война. У нас столкновение мирового характера трех колен. И вот еще что одно прозвучало. Когда нам или вам будут говорить о том, что Россия, мол, идет семимильными шагами вверх, потому что у них ВВП выросло. У них действительно ВВП выросло. Но и в Украине ВВП выросло. Вы удивитесь. И ты задумываешься, а за счет чего оно выросло? Оно выросло за счет ненужной продукции. Перестройка на военные рельсы, как и Советский Союз, оно стратегически доведет до того, что у вас будет оружие, а экономики трусом не будет. Еды не будет. То есть, когда растет военная экономика, падает потребление. То есть, на сегодняшний день в той же самой России растет экономика, а потребление падает. Потому что государство приняло решение воевать, раз, терять деньги. И второе, выпускать ненужную продукцию на войну. А выпускать ненужную продукцию на войну, это убивать людей. В том числе, и выстреливать снаряды и танки. Теряя их. То есть, где люди этим смогут воспользоваться, кроме как убивать друг друга? И потребление падает. Потому что за счет кого это? Ну, не за счет же своей кассы в карманы не полезет. Нет, это вот люди как бы идут, обезжириваются. Но и Украина идет тем же путем. Почему вот государство начинает играть? Потому что нам же дроны нужны. Это увеличит ВВП? Конечно. А почему ВВП Украины выросло? Так оборонные заказы выросли. Так это же понятно. А почему? Откуда деньги? Запад же дает деньги. На что? На наращивание. Нам же говорят, плитку не ложить. Мосты не ремонтировать. Все на фронт. Все надо повыстреливать нахрен. Это и есть замысел. Вы наращиваете оборонку. Вы снижаете потребление. Мы вас потом тепленькими возьмем. Как Советский Союз. Потому что рано или поздно ваши диктаторы закончат свое бренное существование в этом мире. И придем мы. Через Горбачева они заходили. Через молодых дарований, которые следующим поколением подрастет. Но они придут. Почему я спокоен за будущее Украины? Что мы рано или поздно все равно нас вынудят. Настолько долги загнали. Поэтому если заканчивать на положительной ноте нашей сегодняшней встречи, обсуждения проблемы нашей страны, попавшей в царство Эдипа, в царство сирот, в царство столкновений, организованных на мировом уровне, когда идет разоружение империи. И в этой империи мы всего лишь окраины. Хоть с одной стороны, хоть с другой стороны. Поэтому мы и находимся на разрыве этого столкновения эпохального. Кто победит, для меня нет сомнения. Медленно, но уверенно, как и долго не вступала в войну США на европейский континент. Сколько просили, сколько давайте, высаживайтесь, давайте включайтесь в войну. Нет, они ждали 43-го года, в 44-м практически высадились в Нормандии. А до этого нет. Они ждали, когда Европа сама себя истребит еще и в схватке с участием Советского Союза. Отличное ожидание. Американцы умеют ждать. Потому что они мыслят деньгами. А пока мы ждем, вот что произошло в тот период. Они выпустили самые большие корабли для перевозки. Они выпустили самые большие самолеты для бомбоударов. Они, в конце концов, наладили выпуск ядерной бомбы. Они за это время создают такое преимущество, которое не в состоянии никогда создать диктаторский режим. Потому что по-любому, даже в военный период, это остается демократическим обществом. Это где снаряды участника надо покупать. Потому что это компания, которая будет вам продавать. И то, что цены изменились в Америке, и тоже поднялся военно-промышленный комплекс, оно ведь тоже не пройдет для них даром. И они тоже чуть-чуть снижают ВВП. А как компенсировать, когда здесь избирательная власть? Значит, людям, те, которые терпели траты на вооружение, нужно будет дать золотой послевоенный период. И американцы дадут на своей территории. Возможно, своим союзникам. Возможно, как они дали Европе план маршала осуществить. Но не забывайте и не обманывайтесь ложным ожиданием. Это не будет происходить одномоментно. Мы, как малые дети, думаем, что в понедельник проснемся и уже в Новосибирске будет растянуто во времени. И Европа получила план маршала, по-моему, там прошло чуть ли не 7 лет. И Корея 7 лет ждала после войны уже. Я боюсь, что и Украина будет перестраиваться и ждать своего плана маршала. Когда общество будет готово работать, созидать, а не устраивать у себя диктатуры. И все равно будет стоять задача избавиться от диктаторов. Потому что Европа не приемлет диктаторов. Оно их пережует. Оно пережует вот этих восточных европейских диктаторов, которые пытаются автократию себе установить. Они доживут до состояния, когда они и Турцию изменят, которую переведут в нормальное общество. Они умеют ждать. Как взрослые общества, они умеют смотреть и создавать общество. Вот из Украины сейчас создается только общество. И ему сопротивляется только один орган, к сожалению. Все наши властные структуры, а самое главное администрация президента, состоящая из антимайдана. Поэтому вот задача общества. Всем понять это и мысленно начинать объединяться вокруг символов. Слава Богу, появились символы. Вы помните фамилию. Генерал Залужный. Люди, которые вокруг него сложатся. Как бы мы симпатия к ним или антипатия относились. Но это те люди, которые будут стоять на новом Майдане. И он рано или поздно придет. Хотя вот Зеленский же сказал и в интервью начальник СБУ сказал, Ну это же российский нарратив, третий Майдан. Ну все, кто говорят про третий Майдан, должны быть прижаты к ногтю. Потому что они больше всего боятся Майдана. Они действительно его боятся. Потому что они знают, что если он начнется, его уже не остановят. А начать его, кстати, могут не украинские граждане. И даже не сами женщины. А профинансированные женщины могут. А если Запад почувствует, что пора валить, они смогут нажать на клавиши, как в первый Майдан, который был мирным, оранжевым, помаранчевым. Как второй Майдан. Были нажаты специальные инструменты. Но только тогда, когда они смогут расколоть властную верхушку. Вот почему сейчас важно нам всем расколоть этот орех. Чтобы они не выглядели монопольной властью. Потому что для диктатора и формирования диктатора нужна монопольная власть. Нужен свой фюрер. И наше общество его продуцирует. Обычные граждане в своем бессознательном состоянии продуцируют фюрера. Не важно, кого они на это место поставят. Я говорю, что у нас могли бы, наверное, и за собаку голосовать. Вот надо убивать дракона в голове. Вот как убить дракона, он говорит. Вот оно в голове. Ни в коем случае не допускать в себе мысль, что ради положительных результатов, ради сплочения страны можно поступить со свободой. Вот это и есть порочная мысль. И вот тот самый стокгольмский синдром, который возникает у человека, любовь к своему мучителю. Очень хорошо исследуют. Как Сталина любили, как мучителя. Чем больше убивал, тем больше любили. Потому что вопрос любви возникает при диктаторе в режиме, когда надо сохранить себя, свою семью. Вопрос выживания. А чтобы выживать, надо ближе к диктатору. Государству. И чтобы на вас государство не нападало, вы должны его любить. Вы должны всецело его любить. Вот так выстраивается российское общество, так выстраивается белорусское общество. Тех, кто любят государство, у них все хорошо. Тех, кто за свободу, идите нафиг. Вы нам не нужны. Поэтому держаться принципом общества и перевоспитывать себя, особенно внушать своим детям, новому подрастающему поколению, ни в коем случае не свалились в оправдание любых диктаторских законов. Потому что это именно приведет к еще большему горю. Я уже сказал какому. Мы можем победить и остаться совком. Потому что совок нам всадят в голове власть имущей. Вот тот самый антимайдан, который сейчас окружил Зеленского обманом, не обманом. Не знаю, как они его контролируют. Но удивительное засилие этих людей в администрации Зеленского и на всех силовых органах говорит о том, что у них что-то есть против Зеленского. И что он боится их трогать. Как он будет выкручиваться из этого состояния, я не знаю. Но мы в опасности диктатуры. Зарабатываем свободу. Кличко еще раз дает, что там. Давайте я почитаю вопросы, если интересно. Я уже долго. А Крим, дровель, ликувание земельного населения непотребно, чекращий, брухтил, колецкий, ресурс бесценный. Да. Геннадий, как думаете, когда переговоры? Я же сказал, что стоит на пути переговоров. Комплексы. Вот этот комплекс ненависти к неуправляемому ребенку, которого надо наказать у Путина. И он хочет наказать Зеленского. В его словах все время звучит. Самое главное отстранить политическое руководство. То есть это убрать Зеленского. За что? За то, что вот тогда в Париже и вообще пошел непокорно. Потому что сама избирательная кампания Зеленского была, в принципе, мягкая по отношению к России. Просто прекратить стрелять, какая разница, на каком языке говорить. Это все лилось от 95-го квартала. Но потом, а мы знаем, что Путин все время говорит о том, и он считает, что его предали. Он целую страну объявляет предателем Украину. Он ее президента предателем. Он историю объявляет предательской по отношению к России. И мы знаем, что он убивает предателей. То есть когда у вас столько сил, он пытается их убить. Вот он чем занимается. Поэтому трудно Зеленскому будет возможность самих переговоров. Я верю в перемирие. Но верю в перемирие тогда, когда, наверное, нам изменят поставки вооружений. Вот сейчас-то надо дождаться, что там американцы дадут, какую сумму. Но самое главное, какое оружие. Потому что если американцы дадут правильные ракеты, правильные раньше истребители. Но опять же, если это игра Байдена, а она для него как для победителя, и они умеют ждать. И у них есть свои личные интересы, потому что здесь своя борьба за власть. И более важная, потому что это олимп богов. И этот олимп богов заставляет Байдена биться за второй срок президентства. И, соответственно, заключение перемирия, мне кажется, где-то у них намечено, возможно, на май. Хотя я думал, что уже в октябре, когда уперлись. И я все время педалировал эту дату, потому что и потом заложный подтвердил, что уперлись. Дальше бессмысленно. Не они толком не двинутся, не мы толком. Какой смысл? Надо заключать перемирие. И переводить это в дипломатическую плоткость. И для Байдена это важно. Будет остановить эту войну, тогда его администрация будет иметь возможность. Особенно если это будет через силовое давление. Что если они дадут Украине достаточно средств поражения дальнего действия, то, в принципе, логистику можно было бы выявить. Для меня некоторые вещи не укладываются в голове, почему так мало хаймерсов, почему дальность ограничена. Но потом, когда я начинаю себе объяснять эти вещи с рациональной точки зрения, отбросив эмоции. Когда нам говорят, что нам недостаточно дают оружие, недостаточно вооружения. А ты думаешь, а сколько нам дали? А нам же дали за сотню миллиардов зашкаливать. А у нас армия до войны, она финансировалась в районе 4-5 миллиардов. Годовой бюджет был армии. И ты понимаешь, подожди, даже если я компанию открываю, да я не смогу вот сейчас, если бы мне дали 100 миллиардов, я не знаю, что с ними делать. Ну там с десятком миллионов я еще разберусь, что сделать. Но с миллиардами я не готов. У меня должны быть финансисты, мне надо наладить эту всю логистическую цепочку, мне надо запустить все эти процессы. И я представляю себе трудности армии, когда говорят, да там тамбур, да тамбур, не вся армия там перешла. Язык надо выучить, перейти на натовские стандарты. Все это ускорено еще в военном положении. И ты понимаешь, что они дают ром настолько, сколько мы в состоянии впитать. И не всегда общество в состоянии это взять. Я уже не говорю о том, что коррупция стоит на пути прохождения. Еще и менять страну антикоррупционными органами. Короче, задач слишком много, чтобы дать много денег. Наверное, можно было бы дать все. Только мы бы все это потеряли. Кстати, в Афганистане дали много. Они имитировали, разворовывали деньги и имитировали, что создают полки и батальоны. И когда американские сказали, а вы создали полки, вот и защищайтесь. И когда американцы вышли, а защищаться некем, потому что все это было на бумаге. Они это поняли, что их обманули, потому что это племена. Племена не в состоянии брать современное оружие и правильно использовать. То есть жить в будущем. Сегодня на сегодня что-то украл, что-то порешал, что-то побежал. А у нас же тоже страна. Ну, вы не сравнивайте американцев и украинцев. Это невозможно. Советский Союз не надо сравнивать с Соединенными Штатами Америки. Это уже говорил неоднократно. Это трудовой лагерь с усиленным питанием. Поэтому они другие. Они размышляют деньгами. И пока мы не перейдем на размышления деньгами, и для меня ответ очевиден. Вы не в состоянии взять современное оружие. Вот как с F-16. Ну, пока не отлетает положенные часы, никто не даст эту дорогостоящую машину. Стоимостью 50-100 миллионов. Ну, кто вам даст ее? Поэтому подготовятся пилоты. Опять же, и все выгоднее и выгоднее для американцев. То есть затягивать конфликт, в принципе. Но выборы диктуют начать раньше. Поэтому на вопрос, когда я ожидаю переговоры, все-таки думаю, за 6 месяцев до выборов в Белый дом, должны будут все активнее. И после выборов, это как раз будет период после выборов Путина. То есть он там устаканится. Я не думаю, что его объявят персоной Нонграда в плане, что признают нелегитимным. Нет, с кем-то надо будет разговаривать. Но ни Зеленский, ни Путин не будут садиться за стол переговоров и подписывать что-либо. Во-первых, Путин не согласится, потому что он его помножил на ноль. Во-вторых, Зеленский со своими обидами помножил Путина на ноль. И они будут в этом состоянии находиться. Делая друг другу гадости. Ну, возможно, другим путем, кроме военного. А вот генералы вполне могут подписаться. Ну, так уже было. По-моему, не Порошенко подписывал первое перемирие, а подписывали генералы. И тогда мы говорили о том, что формируется новая граница, к сожалению. И сейчас формируется очень плохая граница. И здесь ответственность, конечно, правящего класса, правящей элиты, что, а, допустили войну, б, вовремя не остановились, б, думали не своей головой, а обещанием западных держав. Все-таки, мне кажется, можно было смягчить удар. Смягчить. На протяжении... То есть нельзя построить царство небесное на ненависти. Нельзя построить рай на земле на ненависти. Нас, украинцев, накачали ненавистью. Вот совок для нас, который ненавидел весь мир, он был привычен. Мы нормально относились к бомбам. Мы гордились тем, что мы можем ударить по кому-нибудь. И это так вселилось в душу, что даже когда вы слабы, все равно хотите при случае как будто долбануть, была бы сила. И что нас останавливает? Что может остановить беспредельщика? Если мы выросли беспредельщиками, нас может остановить другой беспредельщик. И больше никто. То есть у нас не хватает здравого ума садиться и разговаривать, и не допускать войны на своей территории. А еще хватает ума развязывать войны где-то далеко от своих территорий. То, что как раз хорошо делают взрослые общества. Американцы, французы. Они отвоевали. Количество конфликтов, которые происходили на территории Европы, самое большое в мире на самом деле. Мы и так думаем. В исторический период короткий. Мы думаем, что вот в Украине... Нет, здесь недовоевали. Я так скажу. Когда ты посмотришь на это за пару тысяч лет количество конфликтов, то ты увидишь, что Европа дралась за каждую улицу, за каждый дом. И они довоевались до того, что они поняли, воевать бессмысленно. Общество дозрело до того. Довоевались. Украина пока не довоевалась. Россия еще тоже будет внутрь сворачиваться и воевать еще долго. Тоже не довоевалась. Почему? Потому что люди воюют за хорошие земли. За хорошие пространства. За горы, реки, за хороший климат, за умеренный климат, за доступ к морям. А дикие племена воюют за пустыню, за песок. Когда-то смотрел у Сенкевича еще передачу про племя, которая очень свирепая, очень красивая. Безумно красивые женщины и мужчины. Но они настолько свирепые, что живут очень глубоко в пустыне. И защищает их вот эта самая разожженная пустыня. То есть они настолько свирепые, ген свирепости, что они ушли далеко от человечества. И никого не подпускают на свою территорию. Вот. То есть если вы свирепые, вы вынуждены жить в изоляции. И поэтому свирепость, наверное, монгола-татара передалась россиянам. И в принципе, да и украинцам тоже, и белорусам. Если нас считать славянами. Нам где-то передалась эта свирепость, и мы не довоевали. Не навоевались. Но дай бог, с этой войной мы довоюемся, и уже не будем допускать будущий войн. Поэтому я жду, жду, надеюсь, верю. В конце концов, это меня подпитывает, что в мае, наверное, все-таки что-то начнется. В всяком случае, май называется всеми, чтобы в эту сторону идет. Меня больше беспокоит захват антимайданом головы президента. Вот это опасная штука. Потому что это может нас погрузить в десятилетия тоталитарного режима. Если, допустим, Зеленский захочет остаться на десятке лет. А общество не в состоянии сопротивляться. Нет у нас институтов, чтобы сопротивляться. У нас есть, правда, хорошая вещь – долги, которые страна не сможет отдать. У нас есть угроза соседа, и мы вынуждены будем принимать европейские условия. Но это будет ломка характеров. И особенно ломка характеров администрации президента. И склонности нашего эстеблишмента к эрувате всем. Вот придется отдавать свои полномочия. Поэтому зарабатываем свободу пониманием процесса. Опа! Субтитры создавал DimaTorzok